Доброе утро! Из Нордфёрдээн... Нордфёрдэйдэ. Дэйд. Нордфёрдэйдэ. Означает внутренняя часть северного фёрда. Три тысячи населения, посёлочек. Вот с него мы сегодня начнём наши прогулки. Добрый мир. В Норвегии был один оперный театр, а потом... Восло, естественно. Восло, да, конечно. А потом в этот городочек заселилась одна пара учителей. Музыки. Музыки, да. Они организовали тут какую-то маленькую театральную труппу, а потом создали целый оперный театр. И вот в таком маленьком городке есть большой оперный театр. В этом городочке нет прокатной компании, а есть только магазин, который продаёт машины и сдаёт в аренду 4 машины. И вот одну из них мы забронировали заранее. Я думаю, что самое интересное, что она, вот эта машиночка, дороже, чем все предыдущие. Я не знаю, больше 400 шекелей, по-моему, а может 400 шекелей. А вчерашняя была вообще там 280 в итоге. Мало того, что машина дороже, так она ещё... Очень дорогая. Очень дорогая. Муж говорит, что больше 400 шекелей, но мы не будем говорить точную цифру. Так, она ещё и с ручной коробкой передач. Я бы её не смогла вести. Ну, мне и не надо. Ладно, на полдня нам сойдёт. Приехали в очень живописное место. Вид сверху на Фёрды. Городочек рядом с нами. Нос называется. Попали вместе с нашим экскурсионным автобусом. Хотя мы на машине, но мы его догнали. И вот на своих же попали. Мы, конечно, любим индивидуальную экскурсию. Ну как, сами по себе. Потому что на автобусе ездить как-то не очень нравится. Куда везут, туда едешь. А мы любим заехать ещё куда-нибудь, куда не надо. Мы едем по очень живописной дороге. Уже достаточно час где-то. Всё, вот такая дорога. Только, блин, тут тоже страшно. Потому что рядом, ну совсем рядом, обрыв. Конечно, тут есть бортики. Но стрёмненько, стрёмненько. Но красиво неимоверно. Да, красиво очень. Очень, очень. Ещё и погода суперская. Посмотри, солнышко светит. Но на улице плюс восемь. Приехали покататься на фуникулёре. Ой, сейчас будем подниматься на ту гору. Страшненько, нет? Лере, ничего не страшненько. Лере, вообще ничего не страшненько. Природа красивая. Какие данные этого фуникулёра? Один километр в высоту? Шесть метров в секунду? Семь метров в секунду. Семь метров в секунду. Угол наклона 60 градусов. Это, мне кажется, самый главный параметр. Пипец. Он очень высокий. Он, по-моему, кажется, самый высокий в мире. Самый большой угол наклона. Может быть. Я не знаю. Надеюсь, мы там не это. Уже сидим в кабинке. Сейчас будем совершать подъём. Но совсем не страшно как-то. Как-то. Хотя мы уже внизу. На этой горе, оказывается, мы ещё и погулять можем. И мы точно в такой же кабинке. Оп-оп-оп. Ушла. Вниз. Как будто в стену едем прямо. А она такая отвесная. Отвесная. Как стена. И мы уже почти на горе. И мы капец на какой высоте. Ужас просто. Парни, которые с нами ехали, они, оказывается, не альпинисты, а он. Они на этих штуках летают. Ужас. Как они не боятся. Пипец. Как страшно. Вот эта смелость. Не знаю. Это ужасно страшно. А им хоть бы хны. Тут наверху даже ресторан есть. С такими шикарными видами. Ох-ох-ох. Для тех, кто боится высоты, это пипец просто. Вот я тут стою, дрожу. Камера этого не передает. И спускаться вниз еще до удовольствия. Реально стрёмно. Были на вершине этой горы. А теперь едем у подножья. И опять наблюдаем суперские виды из окна машины. Забежали в супермаркет купить ягоды. О, хына и клубника. И малина. Маленький супермаркет. Обычный супермаркет. Приехали на следующую локацию. Будем подниматься на ледник. Но чтобы не пешком, берем вот такую машинку. Прям с водителем. Потому что без водителя нельзя. Как раз на три человека машинка. Ой, здорово. Будем кататься. А не, на шесть человек. Какой лед впереди. Вернее, снег. Здорово. Слушайте. Это лучше, чем на легковушке ехать. На открытом воздухе. Прям кабриолет. Но, конечно, цена 400 шекелей за нас троих. Но туда и назад, правда, подъем. Километр 700. В одну сторону. А вот перед нами уже и ледник. Пешком бы мы сюда поднимались сейчас. С Верой. Может, ты будешь? Где тут взялись коровы? Дикие, что ли? Вот и сам ледник. Который с каждым годом все больше. И больше тает. И вода, которая лежала там столетиями, бурным водопадом спускается вниз. Довольная, что она уже не лед, а вода. Конечно, к нему близко подобраться невозможно. Там скалы огромные. Ледник, кстати, называется... Бригсдал. Его высота 1910 метров над уровнем моря. Он является языком, то есть ответвлением того самого ледника, на который мы вчера хотели посмотреть, под названием Юстердальсбрейн. Самого большого в контингентальной Европе. Прелесть этого маленького ледника Бригсдал, что его нижняя граница на высоте всего 350 метров. Поэтому до него можно дойти. Он образовался всего лишь 2500 лет назад. Всего лишь? Да. Ну, как бы, смотри, биологическим масштабом это вообще... Ага. Площадь его всего 10 квадратных километров. А, еще такое. Красивое озеро, кстати. С ледника, да? Это водичка, которая с ледника. Да, это он тает. Вот, давайте. Кстати, надо потрогать ее. Она очень ледниковая. Наверное, очень. О-о-о-о! Лед, только в жидкой форме. Очень холодная. А еще он в данный момент отступает. Внизу остался только вот небольшой кусок его. Но это процесс нельзя назвать необратимым. За все время наблюдения он иногда то отступает, то наоборот наступает. Например, с 1967 по 1997 годы его нижняя граница была даже там, где мы находимся, и закрывалась с озера. Класс! Тут был снег в 1997 году. Но нам не повезло. Мы идем уже, возвращаемся к тролльмобилю. Кстати, эта машинка, на которую мы поднимались, называется тролльмобиль. У нас там написано тролль 13. Тринадцатый тролль. И муж с Лерой даже несколько грибочков здесь нашли. Тролль 13. А я не могу. С машины нашей дороже такси. Но зато кайф какой. По шикарным, конечно, местам мы едем. Березки, осень, грибочки. Тут такой запах грибов и мха. Прям прелесть. Отсюда видно немножко, как он в облако пыли развивается. Водопадик. Мы сегодня как-то рано закончили свою экскурсию. И решили попасти баранов с овцами. Ну а что? Такие милые. Сейчас муж попробует посмотреть. У нас еще есть два часа до отхода нашего корабля. Сейчас муж посмотрит, есть ли какое-то кафе здесь с национальной норвежской кухней. Надо же что-то попробовать. Что они тут готовят? Потому что на корабле-то нас кормят немецкой, скорее всего, едой. А тут такая аппетитная еда гуляет. Может и в кафе что-то подобное есть. В этом городке нет даже нормального кафе с национальной едой. Кафе дофига, но не с национальной едой. Сейчас что-то заказали. Пиццу. Национальная еда норвегии. Да, пицца с оливками. Пицца размерчик. Ничего себе. Леруша тут чуть-чуть офигела, да? Шотану. Эта часть очень здоровая, а эта часть так себе. Майонеза куча. Ну, у них даже нет, в общем. Баранины тут, к сожалению. Да, он говорит, что это норвежская еда, но ее едят и в других местах. Что значит и в других местах? Ааа, что-то интересное. Вот эта картошечка запеченная в фольге и полита чесночным соусом. Это да, вкусненько. А твой да, не очень. Этот соус много, слишком его. Ну и пицца нормальная, в принципе. Такое вот было миленькое кафе Котов. С вкусной картошкой. И с котами. Сегодня были достаточно коротенькие экскурсии, потому что корабль стоял только до пяти вечера. В предыдущий день он стоял до восьми вечера. Ну а что, успели, посмотрели. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Завтра у нас поход, поэтому не знаю, что я там буду снимать. Ну, наверное, может, чуть-чуть что-то сниму.